Здравствуйте, мои дорогие! Ассаляму алейкум! Сегодня я буду готовить вареники с картошкой и луком. Ставим полкилограмма очищенной картошки на плиту в воде с лавровым листочком и половиной луковицы. Добавляем соль по вкусу. А мы пока займемся тестом. Я буду замешивать тесто в хлебопечке. Поэтому я добавляю полкилограмма муки. Добавляю чайную ложку соли. Добавляю одно яйцо. Плюс добавляю 200 мл воды. Но буду смотреть, если мне понадобится еще, я буду добавлять еще. Нам понадобится тесто как на пельмени. Сразу скажу, в книге рецептов, которая идет к машине, Значит, там идет на полкилограмма муки 4 яйца или 300 мл воды. Я добавила одно яйцо и 250 мл воды. 50 я добавила сейчас еще. На смеси сливочного и растительного масла спассируем лучок. Теперь отдельно я обжарю один такой большой шампиньончик. Я положу его отдельно, так как я не хочу давать это детям с шампиньоном. Хотя голландцы дают уже с одного года. Уже дают шампиньоны в пюре. Но я не хочу давать. Я буду малышам, поэтому я отложила лучок. Вот такой я его не сильно зажаривала. А потом я смешаю половину того лука и шампиньон. Это будет одна начинка и одна будет отдельно. То есть половина будет только с луком, половина будет с шампиньонами и луком. Луковицу и лаврушку мы выбросили отсюда. И я толку вот такой толкушкой пюре. Если вы будете простой, просто пюрируйте не очень сильно. Добавлю немножко совсем черного перца. В эту часть добавлю только лука. А сюда в кастрюльку положу лук с шампиньончиком. Шампиньоны можно добавлять и больше. Но я не люблю очень ярко выраженный вкус грибов, чтобы было очень много. Поэтому я всегда аккуратно с грибами, по чуть-чуть. Наши две начинки готовы. Приступаем к тесту. Вот такое тесто у нас получилось. Достаточно крутое, но мягкое. Это тесто мы сейчас разделим на кусочки. Разделяем на небольшие порции. Эти порции мы будем раскатывать. Присыпем их немножко мукой и скатаем шарик из каждого. Пускай эти шарики у вас полежат минут 5-10, потому что когда вы тесто вымешиваете, оно немножко становится грубее. Его трудно раскатывать. А когда оно отлежится потом минут 5-10, то оно уже более податливое для того, чтобы его легко раскатать тоненько. Тесто я выложила в противень. Ну, любую поверхность можно просто на доску. И накроем его салфеточкой. Пускай постоит, минуточек 5 отдохнет. Да, теперь будем раскатывать тесто. У нас оно немножко отлежалось. Хорошо. Раскатываем тоненько, где-то 3 мм толщиной. Если вы видите, что у вас тесто чуть-чуть прилипает, к примеру, или может быть недостаточно круто вымесили, я уже говорила. Просто присыпали немножко мукой и вот так растерли. Не сильно обильно, чтобы не сделать его суперкрутым. А так по чуть-чуть. Потихоньку раскатываем. У меня уже пришли помощники. Без этого никуда. Значит, теперь мы берем стаканчик и будем вырезать круги. Я попробовала делать маленьким стаканчиком. Получается очень мелко. Мы делаем вот таким икеевский стаканчик. Мухаммад, подожди, пожалуйста. Вот такой икеевский стаканчик. Им получается как раз хороший размер. Чайную ложку где-то выкладываем в начинке. Мухаммад, можешь убрать свои ручки? А то люди не увидят, как я делаю вареничек. Закладываем начинку. Чуть-чуть его проталкиваем вниз. Мухаммад, убери ручки свои, пожалуйста, сынок. И защипываем по краям. Тесто, как вы видите, тоненькое. Вот так. Мухаммад, убери, пожалуйста, ручки, малыш. Вот я его слепила, а потом можно вилочкой еще продавить вот так краешки, чтобы она у вас не рассыпалась, когда вы будете ее варить. Вот таким образом. Сейчас я сделаю еще одну, чтобы было видно. Младей! Сейчас можно сделать на две ложки чайные. То есть можно сделать их еще больше, как вы любите. Ну, я делаю такие средненькие. Можно, конечно, только подожди, хорошо? Сейчас я слеплю. Это моя ладошка. Да, твоя ладошка, сынок. Это ладошкой называется? Угу. Это называется ладошкой? И теперь продавливаем. Я продавливаю вилочкой, не жалею времени. Так, сейчас я покажу, посмотрю там. Видно? Вот таким образом. Скажи, это ладошка? Очень ладошка, да. Очень хорошая ладошка. И таким же образом проделываем все остальное. А мы с Мухаммадом пошли дальше. Да, посиди. Да! В кастрюлю с водой добавляем лаврушку. Один зубчик чеснока у нас истолченый. И черный перец. Можно добавить веточки укропа целиковый, но у меня его нет. И соль по вкусу. Опускаем вареньки в кипящую воду. После того, как они всплывут, отвариваем их где-то в течение 10 минут. Пассируем пол луковицы в сливочном масле. Это уже для подачи на стол. Ну что ж, наши вареньки ароматные готовы. Подавайте к столу. Приятного вам аппетита! И еще из этой порции у меня получилось 2 пакетика по 300 граммов заморозить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!